Всем привет! В этом видео ты узнаешь, как можно очень дешево отдохнуть в Доминикане. Я лично слетал в Доминикану за 40 тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет, отель, еда и экскурсии. Как же мне удалось слетать так дешево? Во-первых, я взял очень дешевые билеты. То есть на Мамондо попалась какая-то акция, и билеты стоили 10 500. Они стоили так буквально несколько минут, и нужно было их очень-очень быстро брать. То есть я взял за 10 500, позвонил своим друзьям, они взяли буквально через час, и уже через час этих билетов не было. То есть им пришел возврат денег на карту. Но, кстати, можно было взять еще дешевле, потому что я летел на обратном пути с парнем, он посетил уже 100 стран, очень опытный путешественник, и он потратил всего 6-7 сот на билет туда-обратно. То есть он еще даже круче слетал, чем я. Рядом сидели люди, которые потратили 11 и 18 тысяч на эти билеты. Но также были люди, которые потратили и 50. То есть здесь все зависит от времени, когда ты берешь билет. Если попадешь ты на акцию, то можно очень-очень-очень дешево взять билет. Второе, на чем мне удалось сэкономить в Доминикане, это отели. Отели в основном там, конечно, дорогие, но в принципе вы можете зайти на booking.com и сортировать по цене. И самые первые, которые появятся, варианты, они будут стоить от 500 рублей до 1000 рублей на наши деньги. То есть в принципе не так же дорого. Ясное дело, что за эти деньги там не будет все включено, но будет, по крайней мере, место, где вы будете спать. Там будет ваша комната отдельная, то есть это не хостел. И в принципе это все будет буквально там 5 минут от пляжа. То есть если вы не хотите много времени проводить в отеле, а настроены именно на такой активный отдых, то это, мне кажется, самый идеальный вариант. То есть я за 2 недели успел посетить там где-то 10 разных курортов, и я каждый день фактически менял место расположения. То есть я никогда не знал, где я на следующий день окажусь, потому что, ну это у меня был полный фристайл. То есть если мне нравилось место, я оставался еще на один день, если мне не нравилось, или я хотел просто новые места увидеть, я сразу брал вещи. Там автобусы очень дешевые, то есть ты берешь билет на автобус, там рублей за 200 где-нибудь. Вот, и ты едешь в соседний город. Когда Христофор Колумб приплыл в Доминикану, он сказал, это самая прекрасная земля, которую когда-либо видели глаза человека. И с этим сложно не согласиться. Именно поэтому, наверное, здесь имеют недвижимость Билл Гейтс, Шакира, Билл Клинтон, Дэвид Бэкхэм и многие другие. На острове Саона, кстати, снимали пиратов Карибского моря. Из всех мест, которые я проехал в Доминикане, больше всего мне понравился остров Саона. Это просто нереально крутой пляж, то есть это самый-самый классный пляж, который я видел в своей жизни, потому что я уже посетил около 30 стран, и такого я никогда еще не видел. Это реально вот просто райский пляж. То есть, как вот вы себе представляете в своих мечтах, как должен выглядеть идеальный пляж, вот так он и выглядит. То есть реклама Баунти снималась на этом острове. Там просто нереальная кристальная чистая вода, очень-очень классная. Вот, там белый такой классный песок. Этот остров, на мой взгляд, намного круче, чем Таиланд, Вьетнам, Индия, Мексика и остальные страны. Это просто нереально красивый остров, это самый классный пляж, это пальмы, которые прямо над водой, это кристально чистая вода. То есть это абсолютно идеальный пляж, я бы сказал. Вот, экскурсия на него идет из Бая-Иба. Это такая небольшая рыбацкая деревушка. Кстати, очень классное место, там можно взять жилье за 800 песо. То есть там в центре есть отель, 800 песо, это где-то 900 рублей, там 950 рублей, мне кажется, на наши деньги за комнату. То есть можно ее на двоих взять. Это великолепное место, потому что там есть очень классный пляж Доминикус. Это, наверное, на втором месте после острова Саона у меня из всей Доминиканы. Очень-очень красивый, великолепный песок, классный пляж, великолепная вода, Карибское море. То есть, в принципе, все, что нужно для отличного отдыха там именно есть. То есть там можно отдыхать много дней достаточно, и это будет классно, потому что, во-первых, есть сауна, остров рядом под боком. Во-вторых, есть Ла-Роман и Пунта-Кана не так уж и далеко, там буквально меньше часа езды. Поэтому я рекомендую там остановиться на подольше. Когда вы прилетите в Доминикану, вы прилетите, скорее всего, в Пунта-Кану. И недалеко от Пунта-Кана есть очень классный район, называется Баваро. Великолепный район, то есть там достаточно классные пляжи, там можно остановиться на несколько дней. Там реально стоящее место. То есть, я думаю, на третьем, на четвертом месте у меня в моем рейтинге вот это место будет находиться. После Баваро и Пунта-Каны, Баяибе и Сауны, я думаю, нужно вам будет съездить в столицу обязательно. Это Санто-Доминго. Очень классное место, но достаточно опасное. То есть я не рекомендую там быть ночью, во-первых. Во-вторых, там не так много всего, там нет пляжа, там особой достопримечательности нет. То есть, в принципе, за 4 часа можно увидеть все, что вам хочется увидеть, и там находиться долго не стоит. То есть, там в самом центре безопасно, но так вообще по окраинам я бы не стал там ходить, потому что достаточно бедные районы, и никто не знает, что там может случиться. Очень много разных историй происходило. Вообще, про безопасность в Доминикане нужно сказать несколько слов отдельно. Потому что перед тем, как я туда ехал, меня там пугали то, что вот, если одному туда приехать, это очень опасно. Во-вторых, это отельный отдых. Рядом с отелями все время стоят охранники. То есть, это небезопасно выходить из отеля. На самом деле, это, честно говоря, полная чепуха. То есть, в Доминикане как в Люберцах. То есть, ночью можно получить по шапке, если ты идешь пьяный и светишь лопатой денег. Но на самом деле, если ты соблюдаешь правила банальной безопасности, все будет нормально. То есть, не свети деньгами, не показывай то, что ты там такой богатый. Ночью не ходи пьяный, и все у тебя будет нормально. То есть, тебя никто днем точно уж не тронет. У меня не было ни одной ситуации, где меня пытались там оборовать или как-то что-то пытались сделать. И вкратце расскажу еще про остальные места, которые я посетил. Например, Бока-Чика находится недалеко от Санта-Доминго. То есть, буквально там полчаса езды. Бока-Чика – это такой природный бассейн. Где-то 100 метров на несколько километров. И глубина не превышает полтора метра. То есть, это идеальное место, наверное, для детей. Но для взрослых, я думаю, это просто лягушатник. И это такая Анапа в Доминикане. Поэтому туда ездить я не рекомендую категорически. Потому что там достаточно грязный пляж. Достаточно скучный город. Но рядом с Бока-Чика есть неплохое место, которое называется Хуандолио. Вот туда, в принципе, можно съездить из Санта-Доминго. То есть, там неплохой пляж. Там достаточно интересно. То есть, такое местечко, которое можно посетить. Это полчаса буквально от Бока-Чика. То есть, от Санта-Доминго – это где-то, наверное, час езды. То есть, вот туда, в принципе, можно съездить на один день, на два дня. Ну, не больше. Потому что тоже там особо ловить нечего. Из Санта-Доминго я рекомендую вам съездить на полуостров Самана. Там есть великолепные места, такие как Лас-Галерас, Ласта-Ренас. Это великолепнейшие пляжи. Там просто шикарный Атлантический океан. Вам точно, я думаю, понравится. Мне очень понравился пляж Ринкон и Плая Плаита. Просто великолепные пляжи. Больше всего они мне понравились. Плюс еще там есть одна достопримечательность. Это Бока-дель-Диабло. То есть, это пасть дьявола. То есть, это такое место, немножко страшное, но очень-очень интересное. Находится недалеко от Лас-Галерас. Там буквально можно за несколько минут, за 15 минут на мотобайке доехать. То есть, берете мотобайк в аренду. Аренда стоит обычно где-то 700 песо за день. Можно договориться дешевле. То есть, в принципе, там байки достаточно дорогие в сравнении с Таиландом, или Вьетнамом, или Индией. Но при этом для полуостров Самана, я думаю, это самый оптимальный вариант путешествовать на байке. Вы за 15 минут можете доехать до пасти дьявола. И там будет очень-очень интересно. Очень необычная штука. Такое, я думаю, вы вряд ли где-то еще увидите. На севере-западе Доминиканы есть еще города Пуэрто-Плато, Кабарет, Эсосо, Плая-Дорадо. Но они особого интереса не представляют. Туда, в принципе, ехать я не рекомендую. То есть, если на севере, я рекомендую ограничиться полуостровом Самана. Единственный момент, что в феврале там в Пуэрто-Плато приплывают киты. И они выпрыгивают из воды. То есть, это вот единственное, ради чего, я думаю, стоило бы туда съесть, если вы туда попали в феврале. В остальные месяцы, там, в марте, в принципе, еще можно китов застать. Но в остальные месяцы, я думаю, туда ехать особого смысла нет. Когда вы прилетаете в Доминикану, вам нужно будет заплатить 10 долларов за туристическую карту. Так что приготовьте эти 10 долларов, чтобы они были у вас уже в кармане. Также я бы отметил то, что в Доминикане легализована проституция. Поэтому там с 15 лет у них наступает совершеннолетие. И многие мужчины ездят туда из-за секс-туризма. Там обычно эти услуги стоят от 25 долларов и выше. Есть такие специальные мотели, которые для свидания предназначены, называются кабаниус. То есть, они стоят где-то 12 долларов за 5 часов. И расплачиваешься ты в окошке в специальном, чтобы это не было как можно более секретно. Вот этим славится Доминикана тоже. Также она славится ромом. Он похож на кубинский чем-то, но немного более качественный. Разница между Москвой и Доминиканой в плане времени – это 7 часов. И один песо – это на данный момент 1,33 рубля. Также я не рекомендовал бы добавлять в воду лед, потому что лед у них очень некачественный. У них вода вообще так себе. И когда вам в клубах или в ресторанах предлагают воду, я бы обычно отказывался и пил бы без льда, потому что никогда не знаешь, что за вода у них там заморожена. Потому что там вода очень-очень плохая и есть большой шанс отравиться. Если тебе понравилось данное видео, жми лайк, жми репост, не жадничай, поделись со своими друзьями. И если ты хочешь не пропустить следующие видео, то подписывайся на канал. Я путешествую каждый месяц и впереди еще около 70 разных стран. Поэтому если подпишешься, ты точно не пропустишь следующие интереснейшие видео. Всем пока!